Высокий результат. Здесь не обязательно только олимпиады, да, везде. Обучение, спорт. Основные достижения, ресурсы и проблемы обсуждают педагоги на первой стратегической сессии. Такой формат работы для руководителей школ новый. Все разделены на команды. Участникам предлагают различные задания, которые требуют мыслить не только стратегически, но и творчески. Чтобы перед началом учебного года дать определенный настрой, да, наметить какие-то вещи, которые бы помогли им формировать новые взгляды, стратегические взгляды, новые подходы в управлении образовательной организации, вот избрали такую форму. Потому что она позволяет напрямую каждому руководителю, работая в рабочих таких группах, общаясь, позволить вычленить и проблемы, которые, безусловно, существуют в том организме, который работает, двигается и хочет развиваться. Безусловно, будет видна какая-то позиция или тенденция, которая, так сказать, объединяет все образовательные организации на территории городского округа Самары. Сессия «Стратегии развития образовательной организации» в условиях реализации национального проекта образования призвана разработать подробный план достижения показателей, которые заданы в национальном проекте. В Самарской области работа идет по нескольким направлениям. Это успех каждого ребенка, поддержка семей, имеющих детей, цифровая образовательная среда и современная школа. В городском округе Самара при активной поддержке федерального и регионального бюджета планируется создание новых школьных мест, проектируется новая школа. Только в ближайшие три года нам предстоит построить три школы общей численностью 4200 мест. Это в самых наших острых местах проживания, это Октябрьский район, в микрорайоне Новая Самара. Я не сомневаюсь в том, что все поставленные задачи в рамках национального проекта образования будут решены, и город Самара сохранит и упрочит лидерские позиции в системе образования Самарской области. В программе стратегической сессии, встречи с экспертами и семинары, дискуссии, работа в группах и презентация проектных инициатив. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События.